Я хочу пригласить вас сегодня, дорогие, в особенное место, на эту последнюю вечерю, которую Иисус имел со своими учениками. Это была последняя их встреча вот в таком формате, когда Иисус передавал самые глубокие, наверное, ценности, которые Он хотел, чтобы ученики имели, когда Он уйдет и когда Он физически не сможет уже быть на этой земле. И я обратил внимание, что три главные вещи Иисус Христос передавал в это время Своим ученикам. Три вещи Его волновали больше всего остального в это время. Он уже понимал, что остались одни сутки Его пребывания на этой земле до того, когда Его возьмут и поведут на распятие. Перед этими страданиями и мучениями осталось так немного времени. Я не знаю, чем были бы заняты наши мысли, но я вижу, что Иисуса Христа волновали три главные вещи. И первое, о чем Он думал, это о встрече со Своим Небесным Отцом. Он думал об этой предстоящей встрече, когда Он вновь вернется туда, откуда пришел. И это самое первое, по всей видимости, о чем Он размышлял в это время и о чем говорил Своим ученикам. Следующая вещь, о которой Он думал, это о том, как Его ученики будут жить, когда Он физически уйдет с этой земли. Как они будут жить? Получится ли у них? Смогут ли они? И Он передавал им то самое важное, что хотел передать. И третье, о чем Он думал на этой вечере, я вижу, это о том деле, о той миссии, ради которой Он оставил небо и пришел на эту землю. Он думал о спасении всего мира. В этих размышлениях были мы с вами, о которых Он молился Отцу, о которых Он думал, и ради которых Он пришел на эту землю, чтобы спасти нас от власти дьявола. Итак, дорогие, я предлагаю вам этот текст из Священного Писания, который записан в Евангелии от Иоанна в 16 главе с 5 по 13 стих. Давайте прочитаем. Иисус обращается к Своим ученикам и говорит, «А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Я не знаю, почему здесь стоит слово «будущее», потому что в оригинале обычное слово «придет». То есть Он не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и придет, и передаст, и возвестит вам. Это то же самое слово, которое, допустим, написано, где «утешитель не придет к вам», то есть придет. И здесь также. То есть Он услышит от Моего, Иисус говорит, возьмет и придет, и вам передаст. Хорошо. Иисуса беспокоят вот эти три важные ценности, о которых я сказал перед этим. Он думает о своей встрече с Отцом, Он думает, нам, наверное, сложно понять, чего стоило Иисусу Христу оставить небо, оставить эти отношения с Отцом на небесах, которые Он всегда имел, о которых много-много-много говорил, будучи на этой земле и прийти на эту землю. Зная, что Он будет измучен, зная, что Он будет оплеван, зная, что Он будет унижен и в результате распят на кресте, отверженный всем этим миром. Наверное, мы даже не способны понять и оценить эту жертву, не способны понять, чего стоило это Сыну Божьему. Но Он это сделал, и теперь Он, находясь на этой последней вечере с учениками, размышляет о том, как Он вновь встретится. Но, и Он говорит, я ухожу к Отцу, но никто даже не спрашивает у вас, куда я иду. Ну, действительно, о чем спрашивать? Куда можно идти к Отцу Небесному? Ну, по всей видимости, это значит умереть. Я думаю, что не сильно-то отличалось понимание о вечности у этих учеников, чем у обычного человеческого понимания. Обычное человеческое понимание. Человек идет к Отцу Небесному. Ну, да, понятно. По всей видимости, речь идет о том, что он собирается умереть. Попробуйте, скажите человеку какому-нибудь с улицы, что... Или задайте вопрос, вы хотите попасть в Царство Небесное? Ну, и он, наверное, ответит вам что-нибудь не очень приятное, потому что он подумает, что вы желаете ему смерти. Что-то похожее, наверное, было в понимании и учеников, но Иисус говорил о чем-то большем, чем просто о смерти. Но они были с Иисусом, конечно, они знали Божий закон, как и мы, в общем-то, с вами. Но большая разница между тем, чтобы иметь какую-то информацию в разуме своем, в голове, и между тем, когда она поселяется в сердце, внутри человека. И практика показывает, на практике проявляется не то, что в голове, на практике проявляется то, что в сердце человека, внутри человека. Итак, Иисус говорит, что я собираюсь идти к Отцу, и они опечалились, понимая, что ничего не понимают. Иисус собирается их оставить, зачем-то умирать собирается. Иисус говорит, что ничего не понятно, хотя Иисус так много им говорил перед этим. И все больше и больше, чем ближе приближался этот день, Он говорил, что я должен пострадать, я должен умереть, а потом воскреснуть на третий день. Но они, по всей видимости, не могли это оценить и не могли это понять. Иисус видит, насколько им трудно понять это, и Он старается им помочь. И Он говорит им, что не переживайте, я вам истинно говорю, я точно вам говорю, что для вас будет лучше, если я пойду к Отцу Моему. Я думаю, у них возник следующий вопрос, что может быть лучше? Непонятно, как может быть лучше Иисус, то, что ты собираешься уйти, оставить нас, как это может быть лучше? И я пытаюсь поставить себя на место этих учеников и по-человечески думаю, что понимаю, им было трудно это понять, как может быть лучше. А, ну да, и они пытаются рассудить, ведь ты сказал, что утешитель придет. Ну да, наверное, Он нас утешит по этой утрате, Он позаботится о нас, наверное, Он нас как-то будет лучше кормить, чем ты кормил. Наверное, Он лучше защитит нас, чем ты защищал. И они пытаются понять, как может быть лучше. Придет утешитель. Ну хорошо, наверное, они себе как-то пытались это объяснить. Но вот Иисус объясняет им дальше, что значит лучше для вас. И Он говорит, лучше это значит, я пойду к Отцу и я пошлю к вам утешителя. И Он придет, и Он обличит этот мир. Я думаю, что они тут стали вообще теряться просто, потому что, ну, хорошо, то, что утешитель придет и нас утешит еще хоть как-то понятно, но чем для нас будет лучше, когда придет утешитель и будет обличать этот мир? Утешитель будет обличать. Да это вообще как-то не сходится. Утешитель должен прийти, чтобы утешать. Обличитель, Он для того, чтобы обличать. Но вот как утешитель собирается обличать, я думаю, они переставали понимать все больше и больше. И Иисус им пытается объяснить дальше. И Он пытается им пояснить. Он говорит, обличить придет о грехе, о правде и о суде. Я думаю, последняя мысль, которую они хоть как-то могли понять, мелькнула в их голове. И они подумали, ну да, да, конечно, этот мир надо обличать. Утешитель, не утешитель. Но для любого еврея, я думаю, была радостная новость, что Бог собирается обличить этот мир, этих язычников, которые окружают их. Ну, это хоть как-то еще понятно. Они настроились, чтобы слушать дальше. А Иисус, видя их неправильное мышление, пытается им все больше и больше разжевать, что Он имеет в виду и какой смысл вкладывает в эти слова. И Он поясняет им и говорит, о грехе – это о том, что не веруют в Меня. И Он не перечисляет никаких грехов, самых страшных, убийства, может быть, воровство, может быть, блуд. Он вообще этого не касается. И Он говорит, Дух Святой будет обличать этот мир о грехе, что не веруют в Меня. О правде. Господи, Ты же должен доказать нашу правду. О правде Дух Святой будет обличать этот мир, что Я иду к Отцу. И больше не увидите Меня здесь, на этой земле. А о суде, что князь этого мира осужден. Мне кажется, что после этого Иисус посмотрел на своих учеников, и они сделали примерно так. Потому что они совсем потерялись. Совершенно ничего не понятно. И Иисус, Ты о чем? Мы понимаем, что такое утешитель. Мы понимаем, кто такой обличитель. Мы понимаем, что такое обличать о грехе. И как это обличать о грехе, мы тоже понимаем. И о правде мы знаем каждый свою правду. И то, что суд должен покарать всех, тоже понятно. Но о чем Ты сейчас вообще говорил? Совершенно ничего не понятно. Дорогие, то, что говорил Иисус, сегодня совершилось. И я знаю, что большинство из вас, слушающих Меня, приняли Святого Духа, о Котором говорил Иисус Христос. О Котором Он рассказывал своим ученикам, которые пока тогда не могли вместить. И вот Иисус, посмотрев на них и видя их состояние, говорит, «Я многое, что еще имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит и придет, и вам передаст это». Я верю, что сегодня мы, которые приняли Святого Духа, можем понимать, о чем говорил Иисус. И можем понять больше, чем те ученики тогда понимали. Итак, Иисус говорил, что им будет лучше, если Он уйдет. Потому что придет Святой Дух, и будет обличать этот мир. Я думаю, что Иисус уже тогда рассматривал своих учеников как будущих апостолов. Как тех, которые понесут Его дело дальше. Как тех, которые будут пророчествовать. Как тех, которые будут исполнять Его волю. И совершат то дело, для которого Он пришел на эту землю. Я думаю, Он смотрел на них глазами веры, точно так же, как смотрит на каждого из нас, кому доверяет свой Святой Дух. И Он старался показать своим ученикам, что они призваны, чтобы влиять на этот мир. Что они предназначены для того, чтобы послужить этому миру. Для того, чтобы продолжить то дело, которое Иисус Христос начал. Поэтому Он говорит лучше для вас, что Я пойду. Потому что, если Я не пойду, утешитель не придет к вам. И я дальше провожу, просто делаю логический вывод. Если Дух Святой не придет, а Иисус дает нам поручение, идите по всему миру и проповедуйте, и всех научите, и всех спасайте. Только подумать, как бы я, не имея Святого Духа, постарался бы послужить этому миру. Помните, когда братья Зеведеевы как-то включились, они поняли, что их миссия в том, чтобы влиять на этот мир. И они как-то проходили мимо одного самарянского селения, и их там не приняли. И Иисуса там не приняли, потому что Он имел вид путешествующего там из Иерусалима. И тогда эти Иоанн и Иаков подходят к Иисусу и говорят, Иисус, мы готовы, разреши нам, мы сейчас огонь с неба сведем, и Он просто уничтожит все это селение, потому что они тебя не приняли. Вот такими они были проповедниками, вот такие, значит, были они служители, которые готовы были всем проповедовать об Иисусе, но если кто-то не принимает, все, испепелить готовы. Я думаю, что мы не особо-то отличаемся от этих братьев Зеведеевых, и если без Духа Святого мы начинаем кому-то проповедовать, то, ну, мало не покажется. Когда мы начинаем проповедовать своим родственникам без Духа Святого, то они почему-то шарахаются все от нас и не хотят ничего слышать. Если кто-то из вас узнал себя или своих родственников, то тогда подумайте, насколько с Духом Святым, о котором говорил Иисус, вы проповедуете. Иисус утверждал для своих учеников, Он говорит, точно вам говорю, истинно вам говорю, что для вас будет лучше, если придет к вам Святой Дух, потому что уже не на вас будет эта главная нагрузка. Потому что Дух Святой начнет говорить через вас, потому что Дух Святой начнет обличать этот мир, потому что только Дух Святой знает, как по-настоящему обличить этот мир, чтобы он был спасен. Поэтому, поверьте, истинно говорю вам, для вас будет лучше, если я уйду, потому что вы будете слышать, как Дух Святой говорит к этому миру через вас. Вам не надо будет придумывать слова, вам не надо будет напрягаться, чтобы любить этот мир. Вы будете просто являть то, что Дух Святой вам будет давать. Те чувства, те мысли, то сострадание, ту любовь, те слова, которые я дам вам и Дух Святой передаст вам, ту мудрость, которой никто не сможет противостоять, ту власть, против которой ни один бес не сможет выстоять. Истинно говорю вам лучше, чтобы я ушел, и чтобы не кто-то вам говорил, что надо делать и как надо делать. Но когда вы будете слышать этот призыв внутри себя. Мало что понимали тогда ученики, но я верю, что мы сегодня понимаем намного больше. Нам надо услышать, что Дух Святой говорит сегодня в наших сердцах. Итак, утешитель. Иисус сказал, что придет утешитель, который обличит этот мир. И нам очень важно понимать. Я хочу напомнить вам, как переводится это слово утешитель. Послушайте. Хадатай. Заступник. Адвокат. Утешитель. Словарь Стронга говорит, что все эти значения, они умещаются в одном слове. Что в этом слове есть абсолютно все, что я перечислил. То есть, Дух Святой здесь назван утешителем. По-гречески параклетос. Хадатай. Заступник. Адвокат. Утешитель. Деяние 1.8. Иисус говорит, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. Вы примите силу. Вы примите параклетос. Вы примите этого утешителя. Вы примите этого ходатая. Вы примите этого заступника, этого адвоката, этого защитника, который придет и через вас обличит этот мир в грехе. Как вы себе это представляете, интересно? Вы когда-нибудь видели, как обличает адвокат своего подопечного? Он обличает примерно так. Он говорит, ну почему ты здесь вот так сказал? Здесь надо было по-другому сказать. Ну ты глупый, надо было не так. Зачем ты со мной не посоветовался? Почему ты не посоветовался со мной? Ведь так мы проиграть дело можем. Я так фантазирую немного, но я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Что когда обличает адвокат, это не то, что обличает прокурор. Когда обличает вас адвокат, у него одна идея внутри. Он обличает для того, чтобы дать вам победу. Он обличает для того, чтобы показать вам выход из этой тупиковой ситуации. Он обличает так, чтобы вам не быть осужденными. Он обличает так, чтобы вы в результате вышли освобожденными. Иисус говорил именно об этом. Он говорит, я дам вам утешителя. И Он будет говорить. Он даст вам способности любить этот мир. Он даст вам способности обличать. Я думаю, надо услышать это слово. Потому что обличать – это не пассивная позиция. Это не такая далекая какая-то позиция. Обличать – это достаточно активная позиция. Это осмысленная позиция. Дух Святой на самом деле обличает. Это инициатива. Это не то, что Его спрашивают, как надо жить или что надо делать. Но это инициатива. Дух Святой пришел, чтобы обличить весь этот мир. И Он обличает – почему вы не веруете в Иисуса Христа? Почему вы не принимаете Его в свое сердце? Ведь только через Иисуса Христа вы сможете спастись. Ведь нет другого имени. Ведь нет другого шанса для вас. Ведь каждый согрешил. Да. И Он обличает – почему вы не принимаете Иисуса? В первом послании к Коринфянам апостол Павел повторяет эту же самую мысль, только уже говоря о церкви. И он говорит, что мы, как посланники Иисуса Христа, и как бы сам Бог увещевает через нас. И вот это слово «увещевает» – это практически то же самое слово «параклетос». То есть от этого слова абсолютно то же самое. Увещевает, то есть Дух Святой действует таким же образом. И Он говорит, примиритесь с Богом. Он говорит, мы, как посланники Христовы, увещеваем вас. Дух Святой взывает к вам. Но Он тут не разделяет «они» или «Дух Святой». Он просто говорит, что мы вот в Духе Святом взываем к вам. Примиритесь с Богом. Дорогие, это то, что Дух Святой говорит в наших сердцах. Он пришел в нашу жизнь не только для того, чтобы просто успокоить нас. Я знаю, что свидетельство многих, которые приходят к Богу, в том, что глубокий, великий мир наполнил сердце. Я уже так не раздражаюсь, я уже так не злюсь, у меня порядка больше стало в жизни. Но Он пришел не только для того, чтобы утешить каждого из нас. Он пришел для того, чтобы обличить этот мир через нас. И первое, в чем Он обличает, Он обличает в грехе. То, что мир не верует в Иисуса Христа. Но Он обличает это не так, как братья Зеведеевы, которые готовы всех покромсать на кусочки. И если кто-то не примет этого свидетельства, Он обличает так, что этот человек обличаемый понимает, что вы адвокат, что вы за него, что вы молитесь за него, что вы ходатайствуете за него, что вы заступаетесь сейчас за него перед этим миром, что вы понимаете этого человека. Параклетос. Заступник. Адвокат. Послушай. Зачем ты так живешь? Послушай. Что мешает тебе пригласить Иисуса Христа в свое сердце? Послушай. Ведь ты вместе с миром идешь в погибель. Да, ты надеешься на одно, на другое, но ведь они тебе не дадут помощи. Послушай меня. Через меня говорит к тебе Господь. Примирись с Богом. И ты получишь самую большую, самую весомую защиту, о которой ты только мечтаешь. Примирись с Богом. Пригласи Иисуса Христа в свое сердце. И ты будешь защищен и покрыт совершенной любовью и совершенной защитой. Примерно так. Дух Святой сегодня обличает этот мир, и Он хочет использовать нас. И когда мы двигаемся в Божьем Духе, люди чувствуют это. Я не так давно был в одном доме, и там один человек откровенно ненавидит меня. Ну, родственники любят, понимаете, поэтому я к ним пришел. Но там один человек, и он... Я только захожу на порог, а там через порог, там дальше вот дом, и, ну, обычно разуваются здесь вот в сенках, так сказать, да. И я захожу, и он говорит... Я говорю, привет, называю его по имени. И он говорит, уходите отсюда. Я ненавижу вас. Это было буквально недавно. И... А я понимаю, насколько он вымученный. И я ему говорю, слушай, ну, это ничего страшного. Ты не переживай. И я знаю, что Дух Божий просто проговорил к нему. Я правда его любил прямо в этот момент. И у меня не было какого-то раздражения или злости к нему. А он повторяет, я ненавижу вас. Уходите сейчас же отсюда. Я говорю, ладно, ладно, не переживай. И я разуваюсь. Я разуваюсь, там замешивался немного. Он поворачивается и говорит, вон там разувайтесь. В доме. Где тепло. Я говорю, слушай, интересно, ты меня ненавидишь, а так заботишься, чтобы я не здесь разувался, а там разувался. Он что-то бургнул и ушел. Мне так понравился этот эпизод. Мне так понравилась эта ситуация. Я подумал, вау, Господь, какой ты великий. Как правда ты по-другому служишь этому миру. Не так, как я бы служил, защищая себя. И я бы, наверное, сказал, в принципе, я не к тебе-то и пришел, знаешь ли. Поэтому ненавидишь тут меня. И вообще в чем дело и почему. Может быть, как-то свою бы правду постарался ему показать. Но Дух Святой, Он по-другому обличает. И когда Он являет эту любовь к человеку, человек обличается. Он правда начинает понимать, что Он неправ. Но не от того, что мы Ему доказали, используя свое красноречие или эмоции свои. А от того, что это Дух Святой. Он проникает глубже, чем мы можем проникнуть к разуму человеческому. Чем мы физически что-то можем проявить. Дух Святой, Он проникает в самую глубину. И когда Он эту глубину касается своей божественной любовью, человек не может противостоять этому обличению. Дорогие, следующее, в чем обличает Дух Святой этот мир, это вправо. Он говорит, я обличу о правде. И потом расшифровывает. Правда в том, что я иду к Отцу Моему. Понимаете? Вот в чем правда в глазах Божьих. Она заключается именно в этом вопросе. Куда ты идешь? Это правда, которая в Его глазах самая большая была. Весь мир Его отверг. А Он знал, Он идет к Отцу. И Он об этом ученикам говорит. Говорит, а вам даже не интересно, вы не спрашиваете, куда я иду. Они даже не мыслят так, куда они идут. Они думают, что здесь и сейчас. Для человека, который по-настоящему Бога не имеет внутри себя, для него вся жизнь – это здесь и сейчас. Для него вся жизнь начинается и заканчивается жизнью на земле. А Иисус понимает, что самое великое, самое настоящее, оно как раз начинается, когда жизнь на земле заканчивается. И для человека открывается вечность. Либо в Царстве Божьем с Богом, с Отцом Иисуса Христа, либо в озере огненном, которое приготовлено для дьявола и для тех, кто не примет Иисуса Христа как своего Спасителя. Вот в чем главная правда. Поэтому Иисус, объясняя Своим ученикам, в чем будет обличать Дух Святой этот мир, Он говорит о правде, что я иду к Отцу. Я прав, поэтому я иду к Отцу. Это самый главный вопрос в жизни для каждого человека. Куда ты идешь? Ты можешь достигнуть чего угодно на этой земле, ты можешь приобрести весь мир. Иисус говорит, а если ты душе своей повредишь? Повредишь, значит, она окажется не там, не в Царстве Божьем. Куда ты идешь? Человек, который имеет эту правду в своем сердце, он всегда идет к Отцу. Все свои действия, все свои замыслы, все свои споры, разногласия, конфликты. Он решает через этот взгляд, куда он сейчас идет. Если человек говорит, я верую, я верую в Иисуса, но при этом в какой-то сложности идет не к Отцу бежит, а бежит к бутылке, бежит к наркотику, бежит к проститутке, бежит к любовнице, бежит на работу так, что больше продыха никакого нет и объясняет сам себе, что больше времени на что нет, бежит куда угодно, но не к Отцу Небесному, значит, он не прав. Он может доказать всему миру, что он прав, что его не любят, поэтому он пошел к любовнице, что ему так плохо, что к Богу взывает, а помощи нет, поэтому пошел поколоться или напиться. Как угодно, что надо деньги зарабатывать, и поэтому он с утра до вечера на работе, потому что всех должен обеспечить. Как бы он не объяснил свою правду, она ничто. Настоящая правда. Иисус сказал, это куда ты идешь? В этом ответе настоящая правда. И когда Дух Святой обличает этот мир, Он задает этот вопрос, куда ты идешь? Ну хорошо, ты здесь успеха какого-то достигнешь, или здесь ты кому-то что-то докажешь, но куда ты идешь? Да, и ты много дел хороших делаешь, да, ты как-то оправдываешься перед Богом, перед людьми, что ты, в общем-то, не такой плохой, не хуже, чем другие, а намного лучше, наверное. Но вопрос, куда ты идешь? Ведь если ты согрешил хотя бы раз в жизни, кто может спасти тебя от озера огненного, которое приготовлено дьяволу и всем, кто послушен дьяволу? Куда ты идешь? Это самый главный вопрос, который определяет, правильно ли ты живешь, определяет настоящую правду. И третий момент, о котором Иисус говорил, Дух Святой будет обличать этот мир. И это обличение о суде. И каждый прижался, наверное, здесь, потому что когда Бог начинает обличать человека, когда Бог выступает в роли судьи, то написано даже в ангелах, Он усматривает недостатки. И когда я понимаю, что Бог собирается обличить этот мир о грехе, точнее, о суде, и Бог выступает на арену, как судья праведный, кто может спастись. Но не об этом говорит Иисус. И Он объясняет, что Дух Святой будет говорить. Дух Святой будет говорить этому миру, послушайте, сатана уже осужден. Ну да, он назван князем мира, даже Иисус здесь говорит, называя Его князем этого мира. Он говорит, князь мира сего осужден. Да, он назван здесь князем. Да, он получил эту власть. Он своровал, точнее, эту власть у Адама с Евой еще в Эдемском саду, когда обманом, хитростью заставил, чтобы они послушались Его, а не Бога. В этот момент Адам с Евой передали эту власть, которую получили от Бога этому сатане. Он стал быть князем этого мира. По его правилам, по его законам, теперь тут все движется и существует на этой земле. Каждый прогинается под его рабство. Но Иисус говорит, послушайте, я пошлю Святого Духа, я пошлю ходатая, адвоката, и он обличит этот мир в том, что сатана осужден. Это значит, к этому миру, каждому человеку вопрос, зачем тебе оставаться в рабстве осужденного? Какой разумный человек останется под властью того, кто осужден, кому уже вынес приговор? Он уже осужден. Знаете, люди говорят, как можно жить в этом мире по законам Божьим? Это невозможно. Как можно не грешить в этом мире? Это невозможно. Таким образом, они говорят, что они находятся под властью князя этого мира. Они признают, что они находятся под его властью и нет выхода никакого. А Иисус говорит, они просто не знают. Они не знают, что сатана уже осужден. Поэтому он не имеет законной власти, законного права, чтобы разрушать твою жизнь. Как бы ты не согрешил, что бы ты ни происходило, послушай, Иисус обличает не в твоих конкретных грехах, Он обличает тебя в одном, если ты не веруешь в Иисуса Христа. Он говорит, прими Иисуса в свое сердце. Дух Святой говорит, пригласи Иисуса Христа в свою жизнь. Он умер за твои грехи на кресте. Он пришел не для того, чтобы тебя осудить и отправить в озеро Огненное. Он пришел на эту землю, чтобы пострадать вместо тебя, чтобы взять твои грехи на себя, чтобы спасти тебя. Он не судит тебя сегодня. Послушай, выходи из-под власти этого дьявола. Послушайте, что написано о приговоре над сатаной. Это записано в книге Откровения в 20 главе в 10 стихе. «А дьявол, прельщавший их, то есть всех людей, ввержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков». Это вам не на 5 лет посадить кого-то в тюрьму или на 10. Это пожизненно в вечности. И здесь очень ясно написано, что дьявол, он будет отправлен в это озеро Огненное, горящий огнем и Серую и будет мучиться день и ночь во веки веков. А чуть ниже, в этой же 20 главе, но это в 10 было написано, а это в 15 стихе написано. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Вот о чем обличает сегодня Святой Дух этот мир. Он говорит, «Почему вы не верите в Иисуса Христа, который имеет сегодня полноценную власть на небе и на земле, который является царем царей и Господом господствующих? Почему вы не принимаете Иисуса Христа в свое сердце? Что вам мешает? Вы говорите, приняли? Тогда куда вы идете? Есть ли свидетельство того, что вы на самом деле признаете Иисуса Христа своим Господом, куда вы идете? Живя на этой земле, сколько Бог вам отмерил, куда вы идете, к чему вы стремитесь? В этом настоящая правда по отношению к вечности. Итак, Дух Святой хочет взывать сегодня через каждого из нас к этому миру и говорить, «Выходи из рабства дьявольского! Ты больше не должны к дьяволу! Иисус заплатил цену за твои грехи! Ты больше ничего не должен! Ты не должен оправдываться! Ты не должен стараться быть перед другими лучше! Послушай, прими оправдание от Иисуса Христа и выходи из-под власти дьявола! Он больше не должен быть твоим господином! Можно жить на этой земле и не грешить! Можно жить на этой земле и не прогинаться под власть этого мира, если Иисус Христос становится твоим настоящим господом! Если дальше твоя правда в том, что ты идешь к Отцу Небесному и ты точно это знаешь и у тебя есть свидетельство в твоем сердце! Не подчиняйся больше сатане! Дорогие, вот о чем я верю! Иисус Христос говорил, обращаясь к своим ученикам на этой последней вечере! В это особенное время, которого было так немного, он старался передать им эти важные вещи, он говорил о том, что он прошел свой путь, и он идет к своему Отцу, это самое большое, о чем он думает и мечтает, он говорил о том, что я хочу позаботиться о вас, и вам не надо больше уже о себе заботиться, я пошлю Духа Святого, он позаботится о вас совершенным образом, самым лучшим образом, но вы, вы мои апостолы, вы мои пророки, вы мои учителя, вы пастыря, вы священники, вы царственное священство, вы не призваны больше принадлежать этому миру, я верю в вас, и поэтому я даю вам Святого Духа, примите этого Святого Духа, и будьте апостолами, пророками, учителями, пастырями, евангелистами, чудотворцами, целителями, управителями, будьте теми, кем я хочу вас видеть, кем я вас сотворил, к чему я вас призвал, исполните мою волю на этой земле, итак, дорогие, Дух Святой уже пришел, я уверен, что сегодня мне не надо доказывать, как Иисус пытался объяснить, а потом сказал, ну, вы уже не можете вместить, я верю, что вы вмещаете это слово, я верю, что вы принимаете это слово, потому что Дух Святой живет внутри вас, и оно откликается там, это призыв Божий, это обращение Господа к вам, давайте сегодня услышим Его голос, который внутри нас, как Он взывает к этому миру, почему вы не веруете в Иисуса Христа, давайте услышим, как Он обличает этот мир и говорит, что только одна правда, и она выражается в том, куда ты идешь по жизни, к чему ты стремишься, давайте услышим, как Дух Святой обличает этот мир и говорит, не служите тому, кто осужден на вечность в озере Огненном, это глупо, поэтому не бойся больше этого мира, не бойся больше дьявола, доверь свою жизнь Иисусу Христу и следуй за Ним, и ты увидишь Царство Божье, аминь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова